Это не методичка для кладмэра. Я пытаюсь открыть глаза в сирийской опасности. Может кто посмотрит, передумает и не сядет на 15 лет. Ребята, хватит кидать жалобы на мои видео. Я даю информацию, я хочу благоразумить людей. Я не прошу подписываться, не ставить лайк. Я просто делаю видео и даю информацию. Если вас эта тема затрагивает, вам она неинтересна, вы не связаны с миром нарк кладмэра, то зачем вы смотрите эти видео? Магазин за свое место на площадке оплачивает 1500 долларов. А работать через телегу это сразу приговор. Поймите, это могут быть или сотрудники милиции, или наркохантеры. Любой школьник может создать канал на телеге. Так что думайте, ребята, понимаете связь? Площадка оплачивается, телеграмма бесплатная. Там любой может быть на другом конце провода, или прикалываться, или вас на первом же закладе и примут. У каждого магазина свои правила и уставы. Войенкеты и правила. Да, есть магазы в телеге. Но мой совет не рисковать и не покупать ничего из веществ на этих каналах. Я весь телегу без 100% достоверности. В Европе, Польше практически все вещества покупаются на дискотеках или через телеграмм. Прямо к дому подводят. 93% сайтов на площадку это фишн. Только 7 адресов настоящие. Биллинг сотовой связи возможен. Но никто не будет проверять и загоняться. Если только это не ОПГ или нарко мировых масштабов. Так что не паранойте, включили авиарежим и в путь, если вы вторчите. Когда биллинг включен, это без авиарежима. И ты закладываешь в лесах. Постоянно в лесах пробивается твоя мобильная связь. Ты можешь попасть в поле зрения. В течение месяца появился айфон 11. Кет 18 лет. Это же очевидно. Пробьют семью по базе. Мама, мусс, работник. Папа на заводе в Жессе. А у тебя айфон 11. В маленьких городах много закладывать не получается. Спрос не позволяет. И цена. Из-за этого все идут в большие города. Там спрос гигантский. Там и принимают вас. Все как по методичке. 17-25 лет. Съемная квартира. Харшеринг вдвоем. Провинции. Так как новых мест для заклада заканчиваются. Новые кладмены идут на старые места. А старые места это красные места. И часто на этих местах принимают кладменов. Так как эти уже места мониторятся. Кладмены горят и еще больше подвергают себя опасность. Когда в сговоре. В группе лиц. Когда за мастер-кладом идут вдвоем, втроем. 17-летнего студента Минского колледжа. И 18-летнего жителя Пинска. Парней задирали после того, как те забрали оптовую партию наркотика для дальнейшей его реализации. Раскладывают толпой и за компанией. Тем более, когда работаешь по паспорту. Это вообще бред. Три вещи, из-за которых принимают. Слил склад. Так как на склад легче выйти. В силу оперативных мероприятий. И довольно частая приемка на мастер-клад. Потеря бдительности в общении. В социальной сети. Там, где знают больше двух. Знают друзья. Идет слив информации. При патрулировании. На месте закладок. Неработающий житель города Мозырь. Паса сбыт на территории Минска. 24-летний снимал квартиру в Минске. Мужчину задержали с поличным. Когда тот готовил тайник для... Это не просто игра. Или приколюха проторчать. Это одна четвертая жизни. Срока в тюрьме. Плохого качества став. Подяженный. Недобросовестный кладмен. Варщик став. А это мертвое тело. Где работать и как жить. Помимо этого. Еще есть только всего. Что надо знать и учитывать. Сейчас я наверное все про кладменов. Я попробовал вас отговорить. И дал малую часть информации. Которая должна благоразуметь. Работа кладменов до 2-3 месяцев. Редко до 1 года-2. Понимаю это деньги. Адреналин. Эти ребята или сидят. Или те кто успел завязать. Успели спрыгнуть. Но таких единицы. Не торчи бро. Не работай кладменов. Живи достойно.